Друзья, привет! С вами Безларка, художник из Израиля. Я к вам забежала на небольшое видео, потому что у меня случилось озарение, которым я решила с вами поделиться. Мысль на самом деле простая, весьма себе логичная, но почему-то она мне раньше не приходила в голову. Все мы хотим, чтобы нас больше узнавали, чтобы мы не просто рисовали свои картины, складывали у себя в столе, а чтобы мы как-то были, так сказать, признаны обществом, чтобы люди покупали наши картины, чтобы люди оставляли нам о них отзывы. Хотелось бы, чтобы действительно чувствовать, что твое творчество что-то приносит позитивное людям. Но чаще всего мы стараемся где-то проявляться в социальных сетях, стараемся быть там в Фейсбуке, в Инстаграме, в ТикТоке, да, ну, на Ютубе также. И хотим, чтобы нас замечали там, размещаем свои картины в онлайн-галереях и совсем не обращаем внимания на окружающий нас ближайший мир. А в принципе, наверное, зря. Я вот подумала о том, что я живу, например, в доме, в котором 100 квартир. То есть, ну, примерно 500 человек, да, в каждом доме. И тут таких домов, ну, 5 подряд идёт. Соответственно, есть огромная аудитория, которая вообще, ну, допустим, наверное, 1% из тех, кто тут живёт, знает, чем я занимаюсь, 99% не знают. И я подумала, а почему я упускаю такую замечательную возможность, да. Никто не говорит о том, чтобы я сейчас пошла с ними со всеми знакомиться. Никто не говорит о том, что я должна там как-то себе перебарывать, выходить из зоны комфорта, вот, и что-то такое делать невероятное. Но на самом деле мне же ничего не мешает, как бы взять, хотя бы напечатать самые простые флайеры, в которых я напишу, здравствуйте, я такая-такая, я ваша соседка, художница, я пишу портреты на заказ, я пишу свои картины. Обращайтесь, если вам что-то из этого интересно, да, какие-то интерьерные картины. Почему нет? Ну, это надо, конечно, красиво оформить, чтобы это хорошо звучало, всё такое. Был красивый флайер. Почему нет? Можно послать на, ну, какие-то интригующие флайеры. Вот, например, это пробы моих открыток, которые я делала. Вот, например, если послать такой флайерик в почтовые ящики, тут ничего не написано, никто тебя не заставляет ничего покупать, он симпатичный. С обратной стороны есть мои контакты, есть мой QR-код, пожалуйста. Человек, которому интересно, он отсканирует, зайдёт, посмотрит, и если ему понравился художник, он может на него подписаться и может начать за ним следить, и, возможно, позже купить вот какие-то вещи. Я вам показываю разные открыточки, которые... Это на пробной бумаге, видите, она такая. Это как раз для флайеров хорошо пойдёт. После этого я эти открытки напечатала на более плотной бумаге. Я вам, наверное, оставлю видео, как это получилось. Надо его найти только, где оно есть. И, соответственно, почему нет? То есть ваши ближайшие люди, которые живут рядом с вами, они тоже могут быть вашими клиентами. Они также могут... Да, вы можете сказать, что там нет людей, которые себе могут позволить купить мою картину, но это не совсем так. Конечно, картину, может быть, не каждый может и хочет себе позволить купить, но большинство из них могут позволить себе купить постер с вашей картиной, открытку с вашей картиной, да, может быть, сумку, футболку с вашей картиной. Сейчас есть куча сайтов, где печатают по требованию эти самые, как они называются, печать по требованию, то есть можно на любой сувенирной продукции, видите, у меня тут как бы на разных картинах разный лейблик по цвету, чтобы это было так, ну, органично, симпатично и так далее. Вот, то есть разные есть, господи, я уже русский забываю, мама дорогая, разные есть дома печатные, типографии, разные из типографии, которые печатают сейчас по требованию, то есть вы можете заказать на любой сувенирке, напечатать в любом количестве, они вам пришлют то, что вы хотите. Причем печать стала настолько дешевле, я, например, в области вообще дизайна и печати вот этого всего нахожусь 20 лет, то есть я уже графический дизайнер 20 лет, и все это время я имею дело с печатью, и раньше это все стоило такие баснословные деньги, а сейчас, и причем надо было прийти, вот это вот договариваться, получать, тебе долго это печатали, это все стоило каких-то больших денег, это все нужно было печатать большими объемами, и тебе выходило на большие деньги за счет этого. И сейчас этого всего нет, можно спокойно пойти напечатать 100 флайеров в тот же день на самой простой машине и просто раскидать по ближайшим там почтовым ящикам ваших соседей, почему нет. Подумайте об этом, знают ли близкие вам люди, чем вы занимаетесь, знают ли ваши соседи, чем вы занимаетесь, знают ли люди, куда вы хотите спортом заниматься, чем вы занимаетесь, что этот круг хотя бы в курсе, вообще, что вы художник, и что как бы вы вот хотите распространять свое творчество. Вот такая есть интересная мысль. А вообще вот и как бы эта мысль прошла в процессе его создания этих открыток. Я на самом деле в ближайшее время 2 октября, да, 2 октября, начинается выставка у нас в Берлине. У меня и группа художников, и это будет выставка небольших работ, и они, организаторы, кураторы этой выставки, они забирают эти картины без рам. То есть они сказали, что отдаете картины, вам нужно снять с рам, там они будут на что-то одевать, снимать и так далее. И я подумала, и причем они брали только небольшие форматы работ. Поэтому я подумала, что мне, наверное, не очень хочется своей картины туда-сюда вот этого, чтобы с ними это делали. И я заказала печать на холсте, наконец-то нашла хорошего печатника, потому что, например, у нас в Израиле печать на холсте может сделать ее практически кто угодно. Все говорят, я печатаю на холсте, но в итоге это какая-то такая клеенка синтетическая, которая отвратительно смотрится, и картины просто смотрятся на ней очень дешево и плохо. В итоге я нашла хорошего печатника, у которого многие художники печатаются. И, кстати, оказалось, что это не так дорого. И заказала у него. Была, правда, жучайшая история. У нас, например, в Израиле люди очень непунктуальные, и он мне сказал, что я к нему могу приехать с 12 до 3. Я приехала в 3.03, и человека не было. Я по этой жаре перлась обратно. Но ничего, я на следующий день прошла, отдала свои работы печать. Буквально за 3 дня я их получила обратно. Что еще с ними делала? Я сверху еще краской акриловой обработала эти картины, сделала их еще более интересными, немножко, чтобы фактура была краски, и такие, чтобы они поярче. Ну, в принципе, мне очень понравилось, как и отпечаталось. Можно было их в таком виде уже тоже отдавать. Но я решила, что с краской будет еще лучше, будет личное участие все-таки художника, и это будет более ценно. Если вы, как и я до этого, не печатали на холсте, я вам рекомендую. У меня позитивный опыт на этот счет, мне понравилось. Так получается, картина дешевле, потому что все-таки это не ваша оригинальная работа, а это отпечаток. Вы платите за отпечаток, что-то берете себе за то, что там все-таки ваша картина, да, плюс вы еще что-то порисовали. И такую картину себе смогут позволить больше людей, именно поэтому это как бы вторая причина, почему я именно принты отдала, а не оригинальные картины. Потому что вероятность, что на выставке продадутся принты будут выше, потому что просто цена их ниже. Вот. И помимо даже этой функции, я еще решила послать туда вот как раз открытки. Почему? Потому что есть люди, которые не сразу готовы купить твою картину. Я думаю, что если вы занимаетесь живописью, вы это отлично знаете. Что есть люди, которые, им надо пожить с этим, им надо тебя как художника, ну, увидеть, я не знаю, прочувствовать, как-то познакомиться с твоей личностью, потому что просто купить картинку они могут в интернете в любом месте. Могут в Икею вообще сходить, купить какую-то картинку, завесить дырку. То есть это никак не связано с тем, никак не связано с искусством и вот с такими вещами. Поэтому очень часто люди каких-то художников постепенно выбирают, присматриваются к их работам и потом уже покупают их творчество. Поэтому я решила, что если человек приходит на выставку, ему, например, дорого купить картину, или он еще не готов, или он еще думает, он всегда может взять ее открыточку, да, это будут символические деньги стоить. И она у него будет дома, будет он на нее смотреть, будет думать, может быть, он надумает насчет этой картины, может быть, он зайдет вот к нам по моим контактным данным, посмотрит вот тот, например, QR-код Инстаграма, он зайдет, посмотрит и как бы вообще на меня, да, на мое творчество, на меня как на личность. Вот, также может зайти на мой сайт, посмотреть цены на другие картины и со временем прийти к этому решению. То есть вот это вот постепенное, так сказать, прогревание своего клиента, это сейчас очень актуальная история. Поэтому подумайте о том. Я очень часто в последнее время слышу такую историю, что на выставках особо не продается картина, на выставках продается именно художник, продается, ты показываешь себя как личность. И что еще происходит? Происходит еще следующий момент, что ты как бы можешь продать, ну, мерч, грубо говоря, да, или как сувениры. То есть ты можешь свои сувениры также продать клиенту, и он постепенно к этой идее привыкнет и, возможно, купит потом твою картину или расскажет о твоем творчестве, к нему, опять же, будут заходить люди видеть это. Ну, в этом есть определенный смысл, мне кажется. Вот такая у меня была мысль донести вам. Сейчас, наверное, я к этому видео прикреплю еще видео самой печати на холсте, чтобы вы посмотрели, какое мне удалось сделать качество, как вам вообще. Скажите, понравилось, не понравилось. Что еще? Опять же, открытки те же покажу, которые в более хорошем качестве. Я их запаковала в пакетики. Все как надо. Это, как говорится, фирма веников не вяжет все. Ну, все. Я больше ничего не собиралась сегодня такого интересного рассказывать. Вот, наверное, вас немножко озадачить вопросом, а продвигаетесь ли вы воплайн тоже? Не зациклились ли вы только на онлайн? Знаете ли люди вокруг о вас, чтобы предлагать вам тоже какие-то совместные интересные идеи? Подумайте об этом и увидимся в следующем видео. Если вам интересно то, что я делаю, то, пожалуйста, подписывайтесь, лайкайте, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Я их периодически все-таки делаю, все стараюсь сделать это более регулярным мероприятием в своей жизни. Но я этот путь, как я вам в своем вводном видео говорила, я его начала не так давно, именно вот продвижение. Поэтому я стараюсь сейчас успеть везде, успеть и в ТикТоке, и в Инстаграме, и здесь. И получается так, что я не всегда могу вот это все вместе собрать, чтобы у меня еще хватило времени на творчество. И сейчас я еще делаю курсы, очень интересные по искусству, и еще слушаю искусствоведов, очень классно рассказывающих о современном искусстве. В общем, постараюсь с вами делиться этой информацией тоже. Подписывайтесь и до встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!